Одной из основных целей последующих парковинок – это, конечно, возрождение нашей музыкальной культуры. А вместе с возрождением, наверное, и должно быть возрождение нашего инструментария, которое звучало здесь на протяжении тысячелетий. Могчаном на песне, Могчаном на песне. Крыму была очень такая, очень насыщенная для него и богатая материалом по дуру, потому что он записывал музыку разных народов Крыма. И уже после того, как он уехал из Украины, Бастя Баглеряк склався у него в полнометражный фильм. Знайшов там дуже багато цікавого для себя материалу. Знайшов багато коллективів, які играют в музыку різных народов Криму, которые сохраняют эту музыку традицию. Фильм был представлен на Одессском кинофестивале, и я думаю, что, мабуть, так, мабуть, сам режиссер не подозревал про то, что он показывает, что сейчас этот фильм, он не будет еще такого острого социального контекста. Я рад вас приветствовать. Было приятно увидеть себя 3-4 года назад. Вот я помню, как приехал в ДНС, как это снималось. Я очень рад, что у вас есть интерес вообще технической музыки, в частности, интерес музыки Крымства парка. Перша, когда я прочула про социальный проект «Стежки», мне захопила идея того, как через мистецтво, через життєвую историю можно объединять втраченные анонсованные территории с Украиной. Сегодня эти музыканты в Рівном, побывали на Місцевом Раде, где люди могли почути про их культуру, про их историю, про то, что они чувствуют втраченных земель, в том, как они мусили покинуть свою землю и переезжать в другие места. Эти мелодии связаны с нашей Родиной, с нашей землей, с той землей, которая нас питала, которая нас вдохновляла, которая нас виростила. У нас в этом отношении, в принципе, такая трагическая судьба.